Союз Аполлон, стыковка. Американский, приветствует вас. То есть это вредительство? Да. При Сталине бы расстреляли? Однозначно. А вам продали 28 по 4,5 квадрата. Толщина 5, плотность 0,5. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Марус Алексей, компания Кровмонтаж. За моей спиной находится дом, где мы производим реконструкцию кровли. Переутепляем, меняем металлочерепицу на битумную черепицу. Этой кровли порядка 15 лет. Мансардный жилой этаж. Имелись теплопотери. Дом еще отапливается электричеством. Поэтому мы здесь, наша задача сделать ремонт кровли качественно, переутеплить. Как получится, судить вам. Ветровлага, она больше на фасад. Поэтому тепло, благополучно будет все сквознее. Вот видите, все это сюда идет. Это ощущение не должно быть. Парализационный фартук. Можно заказать. Тот, который изнутри. Да. Так, если это всегда, после толпки за... Угол еще делать еще один. Крепление протыкает об решетку. Одно там пропускает. Ну, видимо. Ну вот, вы ответили. У него еще есть 30 сантиметров воздуха. Такое ощущение, прям сам край. А также стропила будет вас попадать на это. Вы все равно, вам придется сдвинуть либо сюда, сюда. Это утопия. Но, на самом деле, я бы сейчас сюда меньше всего внимания обращал. С кровлей бы разобрался. Вот она, да. Достаточно. Утепление 15. Вуаля. Куда прячет мусор? Ну, это упаковка от утеплителя. Ее надо выбрасывать. А зачем выбрасывать? Ее прямо туда, в слой утепления. Бутылки коньяка пустые находили. Всякое было. Ну, они плохую работу там делают? Ну, конечно. Конечно, это же не утеплитель. То есть, это вредительство? Да. Печальный диагноз. Утепление 15. Недостаточно. Отсюда, видите, что щели прям. С ладонь можно засунуть. Пароизоляция ее здесь нет. Пропитывается. Тряпка вот эта. Гидроизоляция тоже замена по большому счету. Четыре окна установлены неправильно. Металлочерпица правильно установлена. Но ее можно демонтировать и вернуть на место. Правильно сделали, что нас вызвали. Было бы еще хуже, а то уже собираются к отделке приступать. Как всегда, первая зима отопительная приносит сюрпризы на мансарде. Здесь все, поехали дальше. Пригласил мой подписчик. Желаю всем фанатам кровомонтаж так жить. Всем желаю, ребят. И звоните мне, я буду приезжать вам ремонтировать. По порядку. Водосток, стыки проклеить. Дальше. Чтобы сюда уходило. Видишь? Ага. Видишь, вот этот край, да? Ну, если это лохи делали, там она, допустим, сильный угол кровли, она уже упирается, там подрезать надо. Да? Да. И вот они, и они тебе начали, они поставили, не знали тему, как есть. И начали там, что это вот так и надо. И они, получается, темы не знали. Скорее всего. Планка, видишь, она должна опускаться. Если заводские покупать, она не всегда попадает в желоб, ложится. Да, вот желоб, да, и она, как бы, водосток выбран неправильно. Здесь 125-й водосток у тебя, надо 150-й. У тебя, блядь, да мина. Крыша, во, хайло, какое. А водосток, говоря медицинским языком, если поставили диагноз правильно, нашли причину, это уже полдела. Понимаешь? Так, мы наверх. Смотри. Давай, сейчас. Видишь, уконы нет? Водички стоят. Вода продавит, что хочешь. Если пластик, то только белый. Выходит за пределы здания, на полметра чуть больше. Можно водостоки сделать так, чтобы их не сметало. Один вот тянет, снег будет бить, жесткий треугольник, он не раскроется никогда. Тут высокая точка, там чуть поменьше, меньше, меньше, и туда вывезти. Лучше не трогать, надо вот по больным местам. А что там лазить, ендовый? Если ее не беспокоит, протечек нет. А где вентиляция? Здесь вот, это холодный чердак. Что-то пена, пена. Пленка мембрана стоит, тяжело тебе жить. Поднялись вот на самую верхнюю точку. Холодная мансарда, но здесь очень жарко. Обязательно нужно на коньке сделать технологический разрез на мембране, либо просто вставить вытяжку сюда, одну или две, два грибка, чтобы здесь верхняя точка это вентилировалось. А если этого не сделать? Ну, представь, теплый воздух, он всегда идет, это верхняя точка. Крыши. Теплый воздух всегда идет наверх, плюс еще нагревается солнце. Здесь просто очень жарко, как в парилке. В принципе, тебе это не надо, но вентилировать помещение нужно. Дому 15 лет и кровли тоже. Эта кровля требует профилактических работ. Чем мы и займемся. Кровенный материал там какой планируется у вас? Мягкая черепица. А, все, понял. А на леса как выйти? Вот эту они уберут. 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 На этом уровне, да? Здесь, в принципе, смогут. И здесь. Здесь угол ската нормальный. Ну, есть помарочки, но это там, как бы, они не грубые. Да вот же изнутри. То, что не проклеена гидроизоляция, это не грубое. Мы делаем крыши там в 90-х, 2000-х. Даже на это никто не смотрел. Это сейчас вот маркетологи, если вы позвоните на службу поддержки, они скажут, да, надо и надо. Чем больше, тем лучше, и нашим скотчем. Он во внутренний не протечет, потому что нахлёст таким образом. Это раз. Проклейка делается для того, чтобы, когда станет утеплитель, при вентиляции, вот этот сквознячок, который будет там в бруске, он не подхлопывал холодный воздух. Проуплотнитель. Это тоже не грубая ошибка. Если у вас битумная черепица, вот вам не страшно. Дабы они не забивались вот этой строительной пылью. Вот она же вот так вот идёт под этой гидроизоляцией, там полметра сюда и полметра. Вот забрались на леса дома. Он весь окутан деревянными лесами. Понятно, что лес не первый сорт, но, учитывая, что пиломатериал сейчас очень подорожал, ну вот закончит кровлю, работы по фасаду, что с этим лесом делать? Я к тому, что нужно иметь в своём арсенале леса, сборные туры и так далее. Стоит раз вложить в леса, я вас уверяю, они себя оправдают. Леса тоже их надо где-то хранить, значит иметь склад. Это дополнительные издержки. Проще попросить заставить заказчика из его средств за 150 тысяч купить пиломатериал, и вы на коне тут залезли, а потом он остаётся с этим мусором. Не знаю, что делать. Я могу понять людей, которые приезжают сюда на заработки в столицу, да, естественно, леса они не могут с собой привезти, вот работают с тем, что есть. Ну, вот 150 тысяч уходит на вот такие. Это за ваш счёт. Организация строит крышу, и заказчика появились сомнения. И вот я сейчас поднялся на кровлю, смотрю, сразу при беглом осмотре отсутствует капельный конденсата. Говорят, потом, ну я вижу уже, надо монтажкой поддевать вот этот брусок монтажки, всовывать. Что значит потом? Ну, это уже геморрой. Надо делать сразу. Тест-драйв будешь делать? Да. Допустим, идёт дождь, смоделируем дождь. Выдержит и Яндовая такой тест. Слушай, ну попали. Фанера какая будет у вас? Они будут покупать? Ну, USB толщина. На его место подойдите, я вам покажу. Это на краю, это на краю, под листом только две доски. То есть, да, вот если девятка, этого мало. Было вот это расстояние, на три разбить. Допустим, доска здесь, одна здесь. Ну, я и для двенадцатой делаем три доски ему. Так, речь идёт даже о трёх досках, которые 25 на 150, а у вас-то 25 на 100. Она ляжет сверху? Да, да, она уходит даже здесь. То есть, может, в принципе, и... Чтобы снег сходящий его не сломал, как упор основа. Будущий материал отделки. И здесь одна доска. Ну, в принципе, и всё. В общем, в двух чертах ставлю оценку три с двумя плюсами. Есть ошибки мелкие, которые можно исправить. Пока ещё исправить. Поехали дальше. Металлочерепица здесь шведская концерна СИСАЙБИ. Полиэстер, где-то ей лет 15. Значительно выгорела. На этом участке был нахлёст. Как разнится оттенок? Это вот был на солнце, это вот в тени. Металлочерепица по толщине здесь где-то 0,4. Продолжение следует. Продолжение следует...